немного рекламы привет дружок тебе нравится аморальный юмор с неадекватными реакциями на неадекватные выходки в чат рулетки мой друг копик настоятельно рекомендует подписаться на канал бетардов чел там тебя ожидает лютый трэш садами ссылочку на канал ты найдешь внизу в описании при мне тебя вообще никого нет добро пожаловать на аттракцион развлечений для моих спонсоров как вы и просили видос про девок блин капик я за что 150 рублей отдал да ладно я угораю вонючки это конечно круто но есть дела поважнее например различные крутые игры и вот лично я хочу мощный геймерский пк для того чтобы играть в новелки ведь визуальные новеллы это выбор успешных людей я знаю ваши пристрастия и то как часто вы просите видос при бесконечное лето и мне кажется из всех отсылок на данную новеллу можно было бы собрать целый видос но вам все мало я как человек который наелся подобного контента попробую рассказать так чтобы было интересно и тем кто играл в данную новеллу и напротив совершенно с ней незнакомому человеку это же классика как в такое можно было не играть так алды я вас понял покиньте нас пожалуйста давай давай быстрее итак наш главный герой семён нелюдимый хига который сидит на имидж бордах и очень редко выходит из дома когда я садился играть нее первый раз то был обычным человеком смеялся и думал как такое возможно сейчас правда уже не так смешно в общем игра про исчезновение парня в обычный зимний день наш главный герой размышляя о своей грустной жизни засыпает в старом лязи дальше происходит в жух крутой опенинг и незабываемый трек он просыпается и понимает что находится в совершенно другом автобусе и в совершенно другом месте как унылый и серый мир превратился в прекрасное лето не знаю но думаю тут замешаны смешарики сперва герой не верит что это правда мы встречаем девушку по имени славя она почему-то думает что мы являемся пионером и просит нас пройти к вожатой по пути на встретятся все главные герои и ооо генда вау я просто обожаю отсылки на милого франкси дойдя до вожатой который с ним одного возраста он не смог стерпеть фарс того что к нему обращаются как ребенку но посмотрев зеркало он увидел что помолодел до своего юношеского возраста вот такая вот завязка в игре много различных персонажей и большинство из них красивые девки и кажется мы все знаем к чему это идет все еще не понял что с ними делать не заставляйте меня давать вам подсказки меня как простого человека который тогда не был знаком с аниме культурой мучил лишь один простой вопрос можно на это дочить обиднее всего в ответственный момент обнаружить что в игре нет хентайных сцен поэтому если вы бесплатно скачали игру steam то не забудьте скачать хентай пак нету серьезно посмотри на них и вспомни вонючек со двора я знаю только один тип девушек у которых жизни ты можешь взять номерок но в игре что удивительнее всего так это то что они свободные и различными способами пытаются загробастать себе главного героя завковское мышление современной девушки уже давно знают что путь к сердцу мужчины лежит через глазированные сырки в любом случае у тебя даже нет конкуренции две единственные особи мужского пола с которыми тебе предстоит контактировать это отсылка на электроника и шурика шурик блять звучит ужасно мне ли не знать думаю все сами согласны а теперь давайте пройдемся по невесткам славя олицетворение добра и порядка обязательно выслушает все твои охуительные истории простите за мутюки но детям вроде нравится в общем неплохой вариант ски можно оформить доброе утро славяне алиса и ульяна ну вкратце нет подождите в дисклеймере было написано что всем есть 18 лет возможно она просто корлица ой простите похоже это удар ниже пояса в любом случае именно так ты узнаешь что такое наша котлета нет простите я не могу не сказать скалопендра блять даже рататус ловил бы гастрономический инсульт а что касается 2 вау даже навальному срочно нужно было бы устроить карманный митинг зная чистые помыслы алисы и учитывая алкогольные увлечения моих среднестатистических зрителей скорее всего вы предпочтете именно ее и тут мы переходим к леночке единственное не вонючка а просто невкусно пахнущая не вздумай прикасаться ко мне низменное существо вайфу срач ну как обычно скажи что-то не так и тебе крышка давайте не будем начинать ваш любовный путь называется рут и у каждого рута есть хорошая и плохая концовка с плохими рекомендую ознакомиться только стойким мужчинам которые не плакали последние 24 часа ждешь лену а там а ты давайте не будем в очередной раз вскрывать эту тему но глядя правде в лицо скорее всего твое первое прохождение закончится примерно так вы все суки а ведь тут есть даже две секретные концовки что будет в первой ну вкратце ты будешь растягивать киску а после второй обосрешься но будешь дать лайф-концерт мику и семена и если действительно погрузиться в атмосферу игры возможно это заставит разглядеть тебя смысл жизни романтика все не так как в современном мире а после игры выбирай сам что тебе захочется сильнее тяночку или пиво баночку ведь возможно это твой последний шанс привести девушку домой мир аниме на самом деле ближе чем тебе кажется уже представляете как вы со своей вайфы воспитываете детей и наслаждаетесь жизнью а потом мама будет тебя в школу в общем в нее будет интересно играть даже если ты сосунок и далек от мира аниме и визуальных новелл и все это из-за советских ностальжи но больше всего тебя будет интересовать вопрос а где же рут с вожатой для этого есть прекрасные моды вот лично я до сих пор не знаю где живу в россии или в сталкере с модами на машины и это правда моды всегда будоражат наше сознание и дают волю нашей фантазии милая девочка да зайди в мод пацанское лето сори за спойлер ну все спасибо что досмотрел до конца улыбайся чаще пупсик и официант всем слэйв сфистинг за мой счет улыбайся чаще пупсик и официант всем слэйв сфизинг за мой счет